Всем привет, друзья! Ифа еще не началась, а Acer уже представила огромное количество довольно интересных продуктов. Нам хочется рассказать о каждом из них отдельно. Мы сейчас постараемся вырваться к самим продуктам и показать, что там представили прикольного. Поехали! Первое и одно из самых интересных направлений, которому было уделено время, это ConceptD. Ноутбуки для креаторов, то есть для тех, кто работает с графикой, анимацией и видео. Почему вообще появилось такое направление? Acer заметили, что многие творческие люди покупают игровые ноутбуки для своих рабочих процессов. Однако игровые ноутбуки в этом случае имеют ряд проблем. Они тяжелые, шумные, с дисплеем, не всегда подходящим под работу с графикой и дизайном. Дизайном грубым, резким и нравящимся далеко не всем. На помощь приходит серия ConceptD, относительно легкие, очень мощные и красивые ноутбуки с офигенным дисплеем, откалиброванным на заводе. Структурируя всю информацию, мы получаем следующее. ConceptD 3 и 3 Pro – младшие ноутбуки в линейке. Оба имеют Core i7 или i5 девятого поколения. Но у первого стоит GeForce GTX 1650, у второго – NVIDIA GeForce Quadro T1000. Full HD дисплей на 15,6 дюймов с Delta E меньше двух и стопроцентным охватом DCI-P3. Проще говоря, на таком дисплее круто редактировать фотографии и можно не сомневаться, что фото будут одинаково красиво смотреться на всех девайсах, буквально эталон. Concept 5 и 5 Pro с теми же процессорами, но с графикой GeForce RTX 2060 или Quadro 3000. Дисплей 15,6 и 17,3 дюйма. IPS-матрица с Ultra HD разрешением, но уже со стопроцентным охватом Adobe RGB. Следующая модель Concept D7 Pro. Эта модель уже не имеет модификации без приставки Pro. Дисплей и процессор такие же, как у пятой модели, а видеопроцессор NVIDIA Quadro 5000 Max-Q. Ну и мой любимчик, творческий монстр и гений инженерной мысли – Concept D9 Pro. В нем установлен Ultra HD дисплей на 17,3 дюйма с Delta E меньше одного. 100% охват Adobe RGB, Core i9 девятого поколения с NVIDIA Quadro RTX 5000. Ну и, как вы заметили, с трансформирующимся дисплеем и стилусом от VACOM. Кстати, стилус очень хороший и отставаний изображения при рисовании на экране практически нет. Ты буквально рисуешь на обычной бумаге. Ноутбуки безумно крутые и я специально прислонялся и прислушивался к девятке с включенным 3D-редактором. И вообще ее не слышал. Причем ноутбук при этом был холодным. Я честно признаюсь, что не разбираюсь в охватах различных цветов. И оценивая как обычный человек, скажу, что дисплеи очень приятные и сочные. Будто тут стоят дорогущие AMOLED-матрицы. Несмотря на то, что мы сейчас работаем с 3D-графикой, ноутбук не шумит от слова совсем. Реально, ноутбуки очень тихие. Я вот приложился ухом – вообще не шумит. Игровые ноутбуки набирают дикую популярность в связи с развитием киберспорта. Каждый уважающий себя спортсмен хочет, чтобы у него был ноутбук мощный, производительный. Чтобы у него все летало, свистело и светилось. Я честно скажу, что я не любитель поиграть, ну разве что в какие-нибудь файтинги. Но игровые ноутбуки чаще всего меня цепляли именно дизайном и дисплеем с очень-очень плавной картинкой за счет 144 Гц. И тут Acer обновляет свой игровой Acer Triton 500. И теперь частота обновления, внимание, 300 Гц. Отклик у дисплея 3 миллисекунды. Для обычного человека это не так важно, но киберспортсмен считает время в миллисекундах. Малейшее промедление и ты погиб. Правда, разницы между 144 и 300 Гц я уже не вижу, но опытные игроки, думаю, заценят. И опять же, с технологической точки зрения это очень-очень круто. Графика RTX 2060 или 2070 MaxQ. Процессор Core i7 и Core i5 с 9 и 8 поколений. Ну и, конечно же, мы опробовали Tronos Air. Что это такое? Этот вопрос мы тоже задавали. И я честно скажу, что скептически относился к этой штуке. К этому геймерскому Tron весом 150 килограмм. А с креслом и дисплеем так и все 200. Но стоило включить режим массаж и мы... Ну вы, в принципе, можете сами заценить. Вот так вот массажные элементы подсвечиваются. Алтенбек, продемонстрируйте. Давай, 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 давай. Это что-то странное. Это что-то с чем-то. Вот в таком кресле я сидел. Запомните меня таким. Алтенбек, как ваши ощущения? Кресло крутое, но кому оно может пригодиться? Следующее, что показали, так это Acer Swift 3 и Swift 5. Ультрабуки с минимальными рамками. Десятым поколением процессоров Intel. Дискретная графика NVIDIA GeForce Mix 250. И с потрясающими дисплеями. Пятой версии дисплей сенсорный. Занимает 86,4% фронтальной части. У троечки этот параметр равен 84%. Ну и то, чем славится эта линейка. Вес и размеры. Весит пятерка всего 990 грамм. Толщина в самом объемном месте достигает всего 15 сантиметров. Троечка чуть тяжелее, если так вообще можно говорить. Весит она 1190 грамм. Толщина 16 сантиметров. Живут ноутбуки 12,5 часов. Имеется быстрая зарядка. Ну и изюминка презентации, на мой взгляд. Planet 9. Платформа для геймеров. Взгляд обывателя на геймерскую тусовку. Непонятно, как научиться играть. Какие есть термины. И что делать, чтобы тренировать реакцию и прочее. Киберспорт стал спортивной дисциплиной. В уже достаточно большом количестве стран. Однако, он до сих пор не систематизирован. Не структурирован. И входной билет в мир профессионалов вообще потерян. И тут на помощь приходит Planet 9. Платформа. На которой вы можете отсмотреть профили игроков. Профессиональные спортсмены будут для вас коучами. И проводить уроки и тренинги. Ваш тренер сможет отслеживать прогресс. И давать свои рекомендации по поводу тренировок. Также, можно будет искать единомышленников для совместной игры. Создавать команды. И вместе двигаться и развиваться. Мы поинтересовались у Джейсона, нашего нового друга. Это Сио Айсер. Джейсон, а что вы думаете о киберспорте? Для начала, добро пожаловать на наш ивент. Киберспорт становится очень важным родом деятельности во всем мире. Более 1,3 миллиарда человек считают себя геймерами. А это треть населения Земли. Поэтому, насколько важен киберспорт? Очень важен. Спасибо, Джейсон. Система объединит огромное количество людей. Наконец, покажет, как и почему киберспорт имеет право на жизнь. На самом деле, это еще не все, что показала компания. Были еще дисплеи серии ConceptD, десктопы, моноблоки, проекторы, игровые аксессуары. Еще много-много всего, что не вместилось в этот ролик. Поэтому, чтобы быть в курсе всего самого нового и технологичного, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, напишите в комментариях, что вам больше всего понравилось на этой презентации. Всем спасибо за внимание. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok